Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Холодный, холодный февральский вечер. И давайте поговорим, собственно, по сезону о болезни. Сидим мы тут все в студии такие укутанные, в шарфе. Я в шарфе сижу. Приехал сейчас издалека. Не знаю, заболеть или не заболеть. Наверное, все-таки лучше не заболеть. Продюсер наш Юля тоже скосила ее болезнь. Так что будем и говорить сегодня о болезни. Но не о тех простудах, которые сейчас гуляют в Москве, а гораздо более серьезном вирусе, который поразил иммунную систему нации. Я имею в виду вирус сталинизма. Сейчас особенно это актуально в преддверии 60-летия смерти Иосифа Виссарионовича. 5 марта 1953 года, как во всем известно, умер великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. И по случайному случаю не в совпадении обстоятельств тот же день умер политический деятель Иосиф Виссарионович Джугашвили. Также известный как Сталин. И, естественно, сейчас тема сталинизма, она очень сильно продвигается, очень сильно политизируется. И мы все знаем о том, что город Волгоград у нас переименовали на 6 дней в году в Сталинград. Ходят по стране уже с января сталинобусы или сталинобусы. По Волгограду ездят, по Чите, по Петербургу ездят один автобус со Сталином. Ну, в общем, я думаю, всем вам достаточно хорошо известны признаки вот этой сталинизации, ползучей сталинизации. И в том числе она происходит уже и на самом высоком политическом уровне. Так что я хотел бы об этом поговорить, о призраке, который бродит по России, призрак сталинизма, материализовался ли он уже, кто вызывает к жизни дух Сталина, нужно ли это власти, нужно ли это народу. Обо всем этом поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это историк Ирина Карацуба. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. И политолог, профессор высшей школы экономики Леонид Поляков. Добрый вечер, добрый вечер. Ну вот я хочу у вас узнать, прежде всего, почему сейчас, вот мне кажется, что с какой-то периодичностью возвращается призрак Сталина в наше политическое и общественное пространство. Почему сейчас, 2012-2013 год, пошла вот эта тема? Ведь не в связи же со Сталинградской битвой, просто с юбилеем Сталинградской битвы. У вас есть какие-то версии по этому поводу? Нет, Сергей, я все-таки думаю, что Сталинградская битва здесь ключевая вещь. Вот как? Да, потому что, собственно, это переломная точка мировой истории, очевидная, которую признают все, неважно где, скажем, там Сталинградская площадь Парижа, да, она по-прежнему Сталинградская, никогда не переименовалась. А, в принципе, все понимают, что то, что произошло в феврале, в начале февраля 43-го года, вот в этой конкретной точке земного шара, на этой небольшой излучине Волги, в этом городе, оно, собственно, решило судьбу будущего, очевидно, навсегда. Не, ну, это понятно, но почему именно Сталин? Ведь обязательно ли нам связывать Сталинградскую битву, этот апоним, и обязательно с именем Сталина? Да, 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 и причем именно, вот вы правильно подчеркнули, что 5 марта умер Джугашвили, и характерно, что, так сказать, город не будет называться Джугашвиль, да, он назывался Сталинград, и будет по решению Волгоградской, пока еще, городской думы, будет 6 раз в году переименовываться в Сталинград, да. То есть умер человек по фамилии Джугашвили, но по-прежнему, и даже, я думаю, с нарастающей силой, живее всех живых, живее Ленина, кстати говоря, будет Иосиф Сталин. Не Иосиф Исарионович, а просто Иосиф Сталин. И вот это вот словосочетание Сталинград, как символ великого исторического перелома, вот, видимо, это, мне кажется, заряжает очень многих в России. И во власти, и обычных людей, которым хочется, наконец, для самих себя и для всего остального мира подчеркнуть свою значимость, понимаете? Интересно, да, вы знаете, Сталинград, действительно, не хочется это не оспаривать, ничего, но вот эта вот идентификация Сталинграда со Сталином, а затем уже по некому расширению со сталинизмом, она как-то вот очень интересно получается. Например, Николай Сванидзе опубликовал такую в день юбилея, Сталинградская битва, интересную статью под названием «Сталин, палач Сталинграда». Ведь, собственно, его же можно и к ответу призвать за, и вообще за все жертвы Второй мировой Великой Отечественной войны, и за ту ситуацию, в которой оказалась Советская армия, Красная армия под Сталинградом. То, что нам ценой огромных потерь и жертв приходилось оттуда выкарабкивать. Некоторые идут еще дальше и призывают к тому, чтобы виновниками Второй мировой войны считать на равных Сталина и Гитлера. Ну, Виктор Суворов «Ледокол», собственно, это книга одна из самых популярных в научной популярной истории. Да, это как бы такая эпокрифическая версия вот того, о чем я сказал, но вы знаете, что в Восточной Европе, в странах бывшего соцлагеря, вот это вот понимание Сталина как виновника наравне с Гитлером Второй мировой войны, особенно это касается Польши, конечно, да, потому что Польша в первую очередь оказалась, так сказать, жертвой вот этого первого сентября. Это существует, поэтому, да, действительно. И до того еще Катыни. Да, да, плюс еще раскопки Катыни, да, такая вот археология, да. Ирину Карацубу хотел спросить, Ирина, почему, по-вашему, регулярно возвращается и каждый раз, как кажется, все с большей силой, вот этот миф о Сталине? Сергей, я вообще не понимаю, что я делаю в этой студии. Так. Значит, объясню. Был такой замечательный петельский режиссер Николай Павлович Акимов, один из самых блестящих мастеров советского афоризма. Вот как ни странно, при советской власти иногда такое было возможно. Правда, большинство опубликовано было уже... Режиссер кино, по-моему, да, или театральный? А, театральный. Он начинал как театральный художник в Ленинграде и потом был замечательным режиссером. А у него, среди многих его афоризмов, которые я обожаю и с детства знаю наизусть, есть такой. Прежде чем заклеймить подлеца, нужно еще убедиться, есть ли на нем место свободное от клейма. Вот прежде чем в очередной раз, значит, рассказать про Таща Сталина, на котором уже нет абсолютно свободных мест от клейма. Я, кстати, совершенно не могу понять, а разве и не Сталин, и не Гитлер вместе ответственны за развязание вторым вероятным. Ну, по-моему, это аксиома какая-то. Мы о чем спорим, друзья? Мы вообще когда живем? Как называется год? Какое время на дворе? Какая страна? Город какой? Нет, Ирина, я наставил на плюрализме. Аксиом не бывает. Аксиом тут совершенно ни при чем. Между добром и злом не может быть никакого плюрализма. Были такие десять заповедей. Да, вот там было «не убей». Может, кто помнит в этой студии? Для христианского мира, да, для исламского нет. А мы с вами, значит, по-моему, находимся в секулярном обществе. Есть такой документ Конституции 93-го года, если кто не забыл. Тем более, тем более. Вот, по которому мы светское государство, а это базовый фундамент так называемой матрицы русской культуры. Помните, был такой Достоевский, может, припоминайте, да? Великий инквизитор, да? Лев Толстой много чего понаписал. Есть такая заповедь «не сотвори себе кумира». А мы исключительно занимаемся, и в частности, определенное крыло современных так называемых историков, чистым кумиротворением из государства. Все, что не сделает наше государство, то у нас свято. Но это государственная школа, начиная с Карамзина. Леонид Владимирович, зачем же вы так государственную школу? Она, во-первых, была разная. Вариант Карамзина — это один вариант. Позвольте вам напомнить, вариант Соловьева — другой. Вариант Ключевского и Милюкова — третий. Зачем же все бросать в одну корзинку и так непрофессионально говорить о сложных вещах? Коллега-историк, я призываю сейчас нас в такие, в исторические методологии. Нет, ну если коллега-историк, философ, политолог, профессор высшей школы экономики что-то говорит, то хотелось бы как-то проверить то, что он говорит на соответствие реальности. Оно не соответствует. Я сейчас захочу просто немножко сфокусировать. Да, Сергей, можно я закончу говорить об этом вопросе? Вот что касается товарища Сталина, которым негде крему ставить, весь товарищ Гитлером, конечно. Что касается второго извода. Вот нам вчера сказано, что нужен новый учебник. Значит, один раз бабло уже распилили под учебник Филиппов. Сейчас еще раз бабло нужно распилить под новый учебник. Я так правильно понимаю, да? На вот тех людях, которые пилят это бабло и пишут эти учебники, тоже крему ставить негде. На моем любимом Александре Вячеславовичу Филиппове и на многих других достойных людях. Коллеги родные, о чем мы говорим? В Средневековье был такой алхимический трактат. Может ли химера в пустом пространстве жужжащая поглотить вторичные интенции? И это все химера в пустом пространстве жужжащая, родные мои. Я недавно просматривала очень интересный документальный комплекс. После 20-го съезда КПСС с известным секретным докладом Хрущева по стране отправился целый десант партийных работников, пропагандистов, обществоведов, историков, которые разъясняли. В их числе была замечательная наша академика Анна Михайловна Панкратова, удивительная женщина. Анна Михайловна с дотошностью историка сохранила и сдала в архив все записки, которые трудящиеся присылали ей в июне-июле 1956 года. Вот сейчас могу даже зачитать кое-что, хотя не вижу в этом особой надобности, могу и от себя пересказать. Память у меня хорошая, какая историка. Вот, например, ее спрашивали, скажем, а есть ли уверенность, что Владимир Ильич Ленин умер в результате болезни? Под впечатлением разоблачения. Ее спрашивали, а как вы можете называть Сталина товарищем? После всех тех преступлений, о которых вы сказали? Где ваша честь, где ваша совесть? Понимаете, то, что мы сейчас, спустя уже почти 60 лет после этих событий, опять находимся перед тем же, да, говорит, конечно, нам о многих вещах, связанных с нашим сознанием и с нашей политикой. Но я категорически отказываюсь всерьез, Сергей, об этом говорить. Это больше невозможно. Это как заношенный валенок. Мы обсуждаем Сталина. Сваливается с ноги. Мы обсуждаем каждый раз, как используются сталинские дискурсы в нашем обществе. Почему сейчас? Каким образом, скажем, Сталин и власть, Сталин и Путин, Сталин и молодое поколение. Это еще одна попытка легитимации нынешнего совершенно нелегитимного режима. А это, поскольку мы в основном сообщество телезрителей, страну-то в основном объединяет, первый, третий, четвертый канал телевидения, и по данным социологов, каждый россиянин 3-4 часа в день проводит у телевизора, то это попытка манипуляции общественным мнением через телевизор и попытка покупки интеллектуалов за счет распила бабла на новый учебник. Традиционные методы действия власти. Ирина, я как политолог, я не буду влезать в ваш профессиональный домен насчет исторической государственной школы, но как политолог, вы что имеете в виду, когда говорите, что нынешний режим совершенно нелегитимен? Это как? Ну, например, у нас нет легитимно избранного президента, у нас нет легитимно избранного парламента. Да, все, я понял, спасибо. И так далее, и тому подобное. Дискуссию я на эту тему продолжать, естественно, не буду. А, Сергей, ваш вопрос. Вопрос в том, ну, вот раз уж мы затронули эту тему, вчера Путином поднятую, относительно нового единого учебника истории. Это что, очередная попытка унификации, создания непротиворечивого исторического мифа? Ну, если можно, и так, так сказать, можно сказать. Но, мне кажется, смысл вот этой затеи, он вот в чем. Я в свое время, мы с вами знаем, да, мы уже обсуждали, Сергей, я имел отношение прямое к созданию новой линейки об обществознанию для старшего школы по 10-11 классу, и с коллегами-историками общался в то время. Так сказать, опять-таки, утверждение насчет распила бабла отношу за счет, так сказать, некоторой эмоциональности коллеги. Если моим коллегам не понравится это выражение, то они, так сказать, готовы, видимо, будут обсуждать это в суде. Но это, опять-таки, за пределами программы. Вот. А что касается моей точки зрения на ситуацию с нынешним заказом президента на единый исторический учебник, мне видится здесь очень простой резон. Прошло 20 лет с тех пор, как мы обрели конституцию и построили новое государство, принципиально новое государство. В этом году как раз мы будем в декабре эту дату праздновать. Но до сих пор понимание того, что, собственно, за страна у нас получилось и какой исторический путь мы прошли, где мы находимся на, так сказать, исторической карте среди человечества и в своей собственной истории, нет. А если этого нет, то тогда бессмысленно вообще думать о будущем. Потому что, когда стоит несвязанная толпа на перекрестке многих дорог и продолжается бесконечный спор, в том числе и о Сталине, в том числе, да, о прошлом... А вы считаете, этот спор может быть каким-то образом разрешен или закрыт? А дело вот в чем. Нет, нам с вами, мы с вами уже, так сказать, люди конченые, да. Каждый из нас знает свою правду навсегда и за нее готов, так сказать, отвечать даже в суде. Но речь идет о школе, речь идет о наших детях, которые ниоткуда, кроме, значит, уроков общества знания и истории, даже, так сказать, того скудного времени, которое на это выделяется, в принципе, достаточно, чтобы сформировать, сформировать определенное мышление у поколения. То есть наша ситуация с вами, разброда, шатания и вот такого, так сказать, парализующего плюрализма, она непреодолима. Парализующий плюрализм? Да, конечно. То есть вы считаете, плюрализм он парализует и в школе не место... Нет, нет, нет. Не место альтернативного? Нет, нет. Это наша ситуация, парализующего плюрализма. Потому что, смотрите, вы сами задали эту тему не случайно. Вы говорите о возврате, о постоянном всплытии, да, вот, в поверхности современности, современного дискурса одной и той же темы. Не тонет, как говорится. Вот, не тонет. Почему это происходит? Потому что мы парализованы, потому что мы не можем этот плюрализм преодолеть. Это наша среда, это наш естественный образ жизни. Ну, при чем здесь Нюрнберга не было? Поэтому преодолеть не можем. Не было, соответственно, судебных решений. Вот, одна точка зрения. У нас очень много общего имеет, практически ничем не отличается от советской власти. Ну, точка зрения, да. И итоги не подведены, и трибунала нет. Ничего мистического здесь нет. Ирина, да, подняла вот эту вот ключевую тему Нюрнберга и осуждение преступлений сталинизма. Вы знаете, это тот вопрос, который я хотел бы задать нашим слушателям и обсудить в прямом эфире. Телефон наш студийный, напоминаю, 65 10 99 и 6. То есть вопрос будет такой, нужно ли нам публично осудить преступление сталинизма. Или нам нужно пытаться как-то примириться с нашим прошлым, как сейчас призывает власть. И, собственно, интегрировать Сталина в наше общественное сознание. Примириться или покаяться? 65 10 99 и 6. А мы уйдем на перерыв. Добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня с нашими гостями, историком Ириной Карацубой и политологом и философом Леонидом Политокуковым, обсуждаем возвращение Сталина, возвращение сталинизма. Аж именно вопрос мы ставим так. Что нам нужно сейчас сделать? Вот в те дни, когда возвращается имя Сталинграда в Волгограду. В те дни, когда, не знаю, недавно на телеканале «Дождь» было там юные сталинята, что ли, там какие-то детские отряды формируются. Во главе со Сталиком Смелым. Да, во главе со Сталиком Смелым. Нужен ли нам раз и навсегда попытаться расквитаться со своим прошлым? Нужен ли нам новый нюрнбергский процесс? 65 10 99 и 6. Телефон наш в прямом эфире. Борис на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу сказать, что сталинизм, такой же фашизм, как и гитлеровский фашизм. И определение Муссолини в доцении фашизма, оно так и говорит, что это централизованная, организованная, авторитарная демократия. Нет, Муссолини говорил, что фашизм это государство, все через государство и все ради государства. Но вообще это не фашизм. Гитлер это национал-социалист, Сталин это интернационал-социалист. Поэтому, Борис, ну, конечно, вы можете эту точку зрения для себя хранить, но в общем... Ну, вопрос о структуре государства, о структуре власти, да, фашистской, как... Нет, ну, зачем пользоваться штампами советской пропаганды? Фашизмом назвали гитлеризм только по одной причине. Нельзя было называть в Советском Союзе произносить словосочетание национал-социализм. То есть дискредитировать социалистов. Поэтому взяли вот этот термин фашизм, он пошел. Ну, мы же с вами профессионалы, все доктора наук, поэтому... Нет, ну, если одна система убивала больше по социальному принципу, а другая по национальному принципу, при этом та система, которая больше убивала по национальному принципу, иногда и по социальному убивала, а та, которая больше по социальному, и проклятые народы депортированные были, в чем разница-то? Все равно убивают. Это массовые убийства, массовые преступления против человечности. Вот поэтому где разница между этими системами? Она чисто спекулятивно-теоретическая, практически все то же самое. Вопрос в том, а был ли у нас шанс нанить некое подобие своего нюрнбергского процесса? Был, конечно. Был ли он, скажем, в 1991 году? Могли ли мы пройти процесс десталинизации? Опытка суда была. Конституционный суд решал вопросы о запрете КПРФ, и в рамках этого процесса, который начался в 1991 году, действительно ставился вопрос о российском Нюрнберге. Но, как выяснилось, абсолютно подавляющая часть демократической элиты, подчеркиваю, демократической, а вовсе не националистов, эти тоже, но я имею в виду, что подавляющая часть именно демократической элиты во главе с Борисом Николаевичем Ельцином. Сама этого не захотела. Сама. Вы знаете, я хотел бы напомнить одну из последних работ Стивена Коэна. Книжка об Ольге, о так называемых хрущевских зэках. Прежде всего, о Больге Шатуновской и Алексее Снегове. И вообще в Америке сейчас вышла на английском языке специальная книга о Больге Шатуновской. И, как известно, недавно ушедший от нас Григорий Померанц тоже писал о Больге Шатуновской. Мне кажется, что вот тогда, в районе 56-го, 57-го, 58-го, ну вот так, до 63-го года была возможность Нюрнберга. И то, что Шатуновская со Снеговым делали в преддверии 20-го съезда. И то, что даже там, скажем всем, другие люди делали. Поспелов, к примеру, да. Вот эта знаменитая комиссия Шверника, созданная к 22-му съезду, к 61-му году. И то, что опять же Шатуновская там делала. Вот это была вполне себе реальная возможность. А Хрущев испугался. Ну и, соответственно, кстати говоря, судьба записок... Но в Нюрнберге, Ирина, я напомню, был суд над идеологией. Там они... А какой, может быть, мог быть в 56-м году суд над коммунистической идеологией? Да, ну, отчасти-то он все равно начался. Отсюда и вопросы, которые были... Помните, доклад назывался «Кольк личности», Владимирович? Владимирович, если вам не трудно. Значит, да, они начали, так сказать, открывать часть правды. За частью еще одну часть правды. Как бы был бы завершен этот процесс, остается только гадать. Конечно, гораздо больше оснований, я с вами совершенно согласна, было в 90-е годы. Ну, по крымзину, что быть могло, то стать не возмогло. А Незнайка в стране невыученных уроков будет учить уроки до тех пор, пока он их не выучит. Я только боюсь, что к этому времени уже страны не будет, как бы все признаки налицо. А сейчас недаром и «Новая газета», и многие другие поднимают вопрос о том, что все-таки нужен какой-то общественный трибунал над Сталином. Я думаю, что нас ждет какой-то очередной раунд этих упоительных и бесконечных дискуссий в связи с 5 марта 2013 года, а потом с 9 мая. Но сейчас это уже все тема, и люди, которые ее развивают, мне каких-то зомби напоминают. Это уже что-то такое совершенно зомбированное, манипулятивное и с запахом серы, с очень сильным. Понимаете, есть темы как-то эвристические, гносиологические, себя абсолютно дискредитировавшие. Ну вот бесполезно. Я не знаю, как я серьезно сейчас буду говорить о Сталине. Я понимаю, да, это как бы называть там черное черным, белое белым. Но дело в том, что это настолько возвращение этой темы. Я сам не хотел бы делать это теперь год назад. Каждый раз возвращение этой темы в общественное сознание, ее консолидирующие. Сергей, есть такая пословица. Жизнь не так проста, как Арт, но на самом деле она еще проще. Эта тема возвращается сверху, и только сверху. И путем манипуляции телевидением и всякими там Сталиками смелыми внедряется в общественное сознание. Значит, наверху сидят не Леонард да Винчи, да, и не Шпенклеры. Об этом недавно была хорошая статья в Форбсе, между прочим. Забыла имя этого человека. Вот, наверху испугались, ну и сейчас их этот испуг в очередной раз персимфицируется в виде этого зомби. Ну не знаю, я вообще уже не знаю, как об этом говорить, если честно. Давайте тогда послушаем наших слушателей. 65 10 99 6, телефон наш прямого эфира. Нужен ли, вы считаете, России новый нюрнбергский, свой нюрнбергский процесс? Нужно ли осудить преступление Сталина, как Германия в свое время сделала с Гитлером? 65 10 99 6. Олег на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я вот, ну еще не совсем старый человек, я бы сказал, даже молодой. Я родился в 60-м году. Сталинского режима я не достал, конечно, да. Но вот Брежневский режим, Андроповский и т.д. и т.д. все это видел. Вы знаете, мне кажется, вот на данный момент, мне кажется, было бы уместно провести параллель между сталинским режимом и нынешним режимом, что сейчас творится. Ну, конечно, раньше больше расстрелили, это тут понятно. Но гнаясь в тюрьме, очень большое количество рублей, и никто не застрахован от того, что завтра, если где-то ты что-то неправильно скажешь, ты не окажешься на нарах, а там уже, вы сами знаете, долго может не прожить человек, который не угонен власти. Если он неизвестный человек, не как Навальный или т.д. и т.п. Понятно. Спасибо, до свидания. Спасибо. Вот мне кажется, здесь как раз больше речь-то идет, что любители сталинизма сегодняшние, они как раз видят Сталина как противовес нынешнему, так скажем, правовому беспределу и беспорядку. При Сталине этого не было бы. Ну, в том-то и дело. Такой рефрен идет. В том-то и дело, что все эти аналогии, якобы заказ сверху, кстати, Путин устами своего пресс-секретаря однозначно среагировал на предложение переименовать Волгоград, собственно, все об этом знают. Если бы был заказ, то, по крайней мере, никто бы оттуда не говорил ничего, подождали, предложили бы референдум и так далее. А тут однозначная реакция. Вот, так вы правы, действительно, как раз настоящие сталинисты сегодня рассматривают нынешний режим как предельное, так сказать, падение, как, так сказать, точку антисталина. Там, понимаете, это то, до чего довели страну, и что Сталин нужен именно для того, чтобы вернуть все обратно. Поэтому я никак не соглашусь с тем, что подпитка идет из самого режима, который таким образом хочет подправить свою якобы несуществующую легитимность некими подпорками, доставая Сталина из гроба. Но я бы хотел про гносиологию сказать, раз уж это слово прозвучало, значит, этически, да, разговор может считаться как бы нелегитимным этически кем-то, да, но для историков, для археологов тем более, в общем, наверное, именно гносиологически интересно понять, что, собственно, происходит сегодня, почему, почему снова Сталин. Это действительно не только, вы правы, не только дата конкретная. Я считаю, что здесь нужно просто учитывать среду, в которой мы рассматриваем этот феномен сталинизма Сталина, и плюс ту оптику, которой мы пользуемся. Вот предложение провести Нюрненбергский процесс, значит, с помощью каких критериев, каких масштабов, вообще, каких оценок ценностной шкалы мы будем судить, да. Мы станем на точку зрения 20-го съезда, например, да. 20-й съезд, как вы помните, прошел под лозунгом возвращения к ленинским нормам. Да, вот Сталин с точки зрения, может быть, вы помните, Сергей, может быть, вы тоже, Ирина, помните, пьесу Шатрова «Дальше, дальше, дальше», да. 87-й год. Она была в свое время такой шокирующей, ранняя перестройка. Она задала, так сказать, тон этого дискурса антисталинского. Сталин предал ленинские нормы. Давайте вернемся к ним. Вот один подход. Нет, ну есть какие-то общегуманистические нормы, в том числе записанные в нашей Конституции. Хорошо, да, ваше предложение, берем сегодняшнюю Конституцию и сравниваем все поступки деяния Сталина и Политбюро, не только Сталина, кстати, с тем, что записано в сегодняшней Конституции. На этом основании мы будем судить то, что делали наши с вами предки, применяя тройки, применяя бессудные расстрелы заложников, начиная с 1917 года, правильно? Или мы конкретно берем Сталина? В 1991 году, да, в том числе преступление коммунизма в 1991 году. Это же примерно и предлагалось, я помню, Буковский с такими идеями ходил. Понимаете? Я ставлю вопрос. Дайте линейку оценки. Ну, противопоставьте. Что? Да, естественно. Чем вы подходите? Естественно, не законный. Нюрнерский процесс был конкретен. Там осуждена идеология. Хорошо, так сказать, то, что происходило в отношении Франка в Испании, к примеру. Ну и что там происходило? Франка подготовил себе преемника в лице Хуана Карлоса и обеспечил великолепный переход, транзит к демократии, который сейчас в учебниках политологии описывается. Ну, Франка, да. У нас своя история, причем это очень уникальная история. Хорошо, вы считаете, что этическая оценка этой истории вообще невозможна в принципе? Потому что мы живем во времени постмодерна и у нас нет моральных критериев? Нет, Сереж, нет, в постмодерне есть свои моральные критерии, только их много у каждого. А право на этическую оценку — это неотъемлемое право каждой сознательной личности, вменяемой личности, да, которая понимает, что она обладает свободной волей и может сознательно выбирать между добром и злом. Но я говорю, агносиологической оценки, то есть инструмент, с помощью которого вы рассматриваете это событие, политическая оценка, историческая оценка, да, историческая, потому что с разной методологией и историей можно подойти к одному и тому же процессу и феномену сталинизма с разной точки зрения. Нет, ну послушайте, здесь просто какая-то софистика подводится под вопросы, которые, скажем, даже тот же 20-й съезд решал гораздо более решительным образом. Сереж, я не хочу становиться на платформу 20-го съезда, потому что 20-й съезд — это внутрисоветская разборка. Но, тем не менее, она соответствовала неким общегуманистическим... Ничему, абсолютно, ничему она не соответствовала. Это внутриэлитная разборка. Хрущев использовал повод, нашел великолепный политический ход для того, чтобы ему удержаться в этой страшной борьбе. Сначала он расстрелял Берию, а потом, чтобы удержаться против своих прежних товарищей политбюро. Ирина, вы согласны с такой оценкой? Он уничтожил Сталина. 22-го съезда. То есть это такая, так сказать, прагматичная, циничная советская разводка, которая не имеет никаких моральных оснований под собой. Ирина, вы согласны? Хрущев убивал не меньше Сталина, на всякий случай. Не меньше? Конечно. В эти дни, я хочу напомнить... Больше гораздо убивал. В Украине. В эти дни сейчас, сейчас... В Украине. Это случай гражданин, так называемого вранья, как писал Михаил Афанасьевич Булгаков. Вы бы это, Леонид Владимирович, сказали бы Варламу Тихоновичу Шаламову, Александру Савчеву Служеницыну бы это сказали, а также Ольге Николаевне Шатуновской... А что именно? И Алексею Снегову. Все то, что вы сейчас говорили. И давайте начнем с самого начала. Потому что вранье было с самого начала. Можно меня сейчас не перебивать? Я слушала вас очень молча. Но я в отношении ваших слов... Да, про вранье сейчас все объясню. Я ни разу не употребил слово вранье. Большое вам за это спасибо. Значит, во-первых... Давайте оставаться в рамках. А я в рамках? Что я не в рамках? Нет, слово вранье... Вот вы все время уводите разговор. Почему? Если это неправда, это и есть вранье. За пределами интеллигентной дискуссии. Во-первых... Ну, значит, я не интеллигентно веду дискуссию. А как ее вести с людьми, которые сотрудничают с Кремлем, я вообще не очень понимаю. Давайте все-таки к сути. Давайте без аргументов от Хомином. Нет, ну потому что... А при чем здесь это? Есть люди рукопожатные и нерукопожатные. При чем здесь это? Вы сказали, что когда Путин... Коллеги, мы все сидим в студии, уже работаем. Большое спасибо за это. Ну давайте не будем переносить в эфир на... Нет, да вы все-таки даете мне сказать. Пожалуйста, Ирина. Во-первых, когда Путин пришел к власти... Вы сказали, что вот он был против, там, про переименование. Первое, что он сделал, появилась мемориальная доска в Кремле. Внутри Кремля. Ее так со стороны не зайдешь и не увидишь. Где увековечено 18 имен героев Великой Отечественной войны. На третьем месте имя Сталина. Потом поменяли вот этот постамент у Вечного огня в Александрском саду, где был Волгоград, стал Сталинград. Потом была доска на Лубянке. Потом было много еще чего. Это вполне определенный заказ сверху. И это как бы в кремлевских этих кирпичных заводах все родилось. И транслируется через телевидение и через прикормленных интеллектуалов. Транслируется напрямую в наш великий могучий народ, который, значит, находится в том состоянии, в котором он находится. Еще Варланд Чехин Шаламов очень хорошо говорил, не надо петь меня на орудии. Вот. А, значит, затем, что касается Хрущева. Ну, вы знаете, ну, как вот с этим спорить? Вот Леонид Васильевич говорит сейчас одно. Владимир Ильич, извините, пожалуйста. Большая разница. Я буду говорить другое. Вот, пусть читатели зайдут в интернет. Вывешена книжка Стивена Коина о Бульге Шотановской. Почитайте ее. Там столько свидетельств документальных, мемуарных, каких угодно. Вот найдите просто книгу Коина «Долгое прощание» про хрущевских зэков. Это, по-моему, страница 70 или 80. Родные мои, не пожалеете затраченного времени. Все написано. Вы сейчас слышали такое циничное, очень далекое от истины изложение событий. Все, что я могу сказать. Должен почитать воспоминания тех, кто там работал с Хрущевым. Но наука, она всегда цинична. Как это наука всегда цинична? Это вы Карамзину скажите Николаю Михайловичу, что наука всегда цинична. Это вы Ключевскому, Василию Иосифовичу, скажите. Вот здесь я тоже, пожалуй, поспорю. Наука является, кроме всего прочего, и морально основанием для некой общественной и политической морали. Как бы нам, как бы постмодернист во мне не протестовал против этого. Моральное основание для морали, ну это сильно. Я понимаю, что как бы, да, основа демократии. У нас дожидаются люди на линии. Давайте послушаем 65, 10, 99, 6. Нужен ли нам сейчас в России нюрнбергский процесс над Сталином? Сергей на линии. Алло, да, Сергей, слушаю вас. Да, добрый вечер. Здрасте. Знаете, как я вас слушаю, очень интересно, надо вас все говорить. Ну, о каком нюрнбергском процессе может идти речь? Сталин и его режим не сделали столько преступлений, сколько сделал фашизм. Люди умирали с именем Сталина, понимаете? Люди за это в Сталинград воевали. У меня дедушка там воевала в Сталинград. И я с обоими руками за что-то переименовали. И поверьте, я не прикормлен к Кремлем. Но при этом я полностью поддерживаю политику, которую сейчас проводят в отношении Сталина. И что нужно переименовать, вернуть людям правду. Хрущев это еще большая мразь, чем Сталин. Он столько людей был, что мама не горю. Вы правильно сказали, что это была разборка. Сергей, а вот все вот это то, что люди умирали с именем, это оправдывает все те жертвы. Вы знаете, например, что вот в эти дни сейчас мы, ну, так скажем, отмечаем 75 лет Сталинского террора. Это 37-й год, это с августа 37-го. Так послушайте, каждый день без суда и следствия, без фальшивого, как мы знаем, судом и следствия, каждый день расстреливалось 1700 человек. В некоторые дни до 3176 лет. Ежедневно. Это оправдывает? Вот вы согласны на эти жертвы? Я столько не стрелял каждый день. Послушайте, мое глубокое убеждение, да, что вот это все цифры и вот это все раздувается врагами России. Потому что вот это все на мой взгляд, понимаете? Конечно, злые языки враги России. Конечно, конечно. Сергей, это бессмысленный разговор. Да. Это бессмысленный разговор. Мне кажется, что как раз Сталин и был настоящим врагом России, учитывая те жертвы, которые понес наш народ. Ну что, 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, нужен ли новый Нюрнбергский процесс и как нам поступить со Сталином, который сейчас возвращается в общественное сознание. Примириться с прошлым, примириться со Сталином или нам необходим Нюрнбергский процесс и покаяние. А мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня у нас горячая тема. Горячая по своей значимости в общественном сознании. Возвращение Сталина в общественный и политический дискурс. Возвращение имени Сталина Сталинграду. Возвращение, не знаю, Сталина на рекламы, на автобусах, на счетах в некоторых городах. Ползучая десталинизация страны. И горячая по той дискуссии, которая сегодня у нас завязалась в студии, потому что у нас оппоненты сегодня. Это историк Ирина Карацуба и политолог Леонид Поляков. И мы пытаемся понять, как нам разобраться с собственным прошлым. Нужен ли нам суд над сталинизмом и расставка, расставление акцентов по поводу Сталина. Или нам примириться с нашим собственным прошлым и принять его таким, какое оно есть. 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, нужен ли нам Нюрнбергский процесс над Сталинизмом. Станислав на линии. Алло, Станислав, вы на линии. Да, да, да. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Высоковая старшина Центрального казачьего войска Рыбчинский Станислав Владимирович. Вы знаете, с интересом вы подняли очень интересную тему. Вот, но хотелось бы кратенько сказать следующее. Во-первых, вот меня всегда удивляет вот товарищи вот так, как Сванидзе и прочие. Вот, кстати, вот Ирина Карацуба, уважаемая, которую я часто слушаю о царях и передворцах. К сожалению, это немножко одного направления люди. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим о сталинизме, а почему мы не говорим о ленинизме? Вот мы все время любим вспоминать, что 37-й год уничтожали 3000 людей. Вот в Гальяново есть площадь гражданина Белла Куна, который уничтожал, 100 тысяч человек уничтожил. И ни одного человека, вот товарищи Сванидзе и пришлые, никого это не волнует и не интересует. Тот террор, который был развязан именно Лениным, никого не интересует. Все прицепились к Сталину. Вот объясните, я не могу понять вот этой логики. Хорошо, а тогда давайте я переформулирую вопрос. Вы считаете, нужен ли был бы нам тогда суд вообще над коммунистическим режимом? Обязательно нужен, обязательно нужен. Но, понимаете, у нас почему-то идет какой-то отрыв. И я вам объясню, почему этот отрыв идет. И правильно вы сказали, что в 91-м году этот Нюрненбергский процесс состоялся. Потому что все люди в 91-м году, это были люди, именно родственники тех, кого репрессировал Сталин. И поэтому никому не хотелось в этом копаться. Вот. И сейчас, к сожалению, неолибералы, они продолжатели того дела. Понятно. Если уже Нюрненбергский процесс проводить, то проводить его надо по всем преступлениям с 17-го года. И, естественно, частью должен быть то, что сделал Сталин в 37-м году. Ну, понятно. Здесь и голодомор, и расказачивание. Ну, да, естественно. Но действия Сталина, я бы Сталина немножко разграничил. Сталин 37-го года. И Сталин во время войны, это разные вещи. Давайте говорить объективно. То, что Сталин сделал во время войны, мы можем много дискуссировать. Но это был человек, который... Алексей, извините, во время войны, это в 41-м, Станислав, извините, в 41-м, в 42-м, это вот, так сказать, дикие просчеты стратегические и тактические Сталина при подготовке к войне. Это приказ номер 227, не шагу назад, и фактически взятие в заложники мирного населения. Это депортации народов, 7 проклятых, но это как бы библейский, на самом деле их гораздо больше, чем 7 было. Вот вы что хотите в Сталине отделить одну от другого в годы войны? Я объясню вам. Дело в том, что смотреть нужно в конкретной ситуации, в конкретное время. То, что... Сергей, словобудие. Говорите, пожалуйста, точно, Станислав. Вы, опять же, вы за депортацию народов? Вы вот за то, как была выкашена верхушка Красной Армии перед войной в этих делах военных? Вы за союзничество с Гитлером, договор, пакт на ненападение, договор о дружбе от 28 сентября 1939 года? Вы за что? Вы знаете, я вам объясню, по поводу выкашенной верхушки, вот, мне, честно говоря, вот этой выкашенной верхушки абсолютно не жалко. Это те люди, которые притащили большевиков к власти. Да, понимаете, Станислав, извините, а вам не жалко тех солдатиков сотни-сотни тысяч, которые в Смоленском котле полегли? Понимаете, Станислав, ну, хорошо, Станислав, мы вас выслушали, спасибо за ваше мнение. Я бы хотел, чтобы мы не потеряли главную мысль вот этого, значит, горячего монолога. Собственно, я рад, что именно слушатель наш произнес, потому что я хотел именно об этом говорить. Большая ошибка, сознательная или бессознательная, концентрироваться на Сталине. Сталин — это часть системы. Сталин — это Ленин сегодня. Леонид Владимирович, не мы концентрируемся на Сталине. Владимир Владимирович и его, как бы, проводники концентрируются на Сталине. Конечно, весь преступный коммунистический режим. Мы ставим вопрос о Нюрнберге. Если мы хотим российского Нюрнберга, то действительно тогда Сталин в контексте, Ленин по сравнению со Сталином — это монстр в квадрате. Однако никому не приходит в голову переименовывать в Ульяновск. Ленин не проводил коллективизацию, стоившую и не организовывал голодомор. Не успел. Леонид Владимирович, это не научный аргумент. Не успел. А который стоил так от 7 до 8,5, а может быть, и 10 миллионов. Поэтому не надо про монстр в квадрате. Это опять ненаучно совершенно. Когда Ленин в гражданской войне брал заложников, расстреливал и уничтожал сотни тысяч. Значит, их брал не только Ленин, но и все. Нет, Ленин отвечал за все это. Конечно. Ленин был вождем, конечно, естественно. Давайте еще раз послушаем. За миллионные жертвы отвечал Сталин, который все это наследовал. Ленин сколько был у власти, а Сталин сколько был у власти по времени. Как можно считать, что Ленин принес больше зла, чем Сталин? Но я с вами совершенно согласна, что это один режим. Это преступление коммунистическое. Я думаю, что, скажем, Солженицын примерно в этом же смысле и говорил. Но это должен быть процесс. Это не должно быть осуждение до процесса. Нет, это некий процесс. Состязательный. С правом. А для вас архипелаг ГУЛАГ, 4 тома колымских рассказов Шаламова, недавно опубликованные дивные вещи Георгий Георгиевич Демиидов, крутой маршрут Евгении Гинсбук и дали везде сегодня аргументы. Это все доказывать надо. Почему? Это аргументы в процессе. Надо слушать и другую сторону. Харик Кришна. Надо слушать и другую сторону. 65, 10, 99, 6. Послушаем все. Снова, конечно, за другую сторону. Сейчас-то как раз больше всего и слышно. 65, 10, 99, 6. Нужен ли нам Нюрнбергский процесс над сталинизмом? Давайте скажем шире. Преступлениями коммунистического режима. Хотя сейчас, конечно, в преддверии 60-летия Сталина, которое, так скажем, будет практически праздноваться в большой части нашей общественности, нужен ли нам суд над сталинизмом? Евгения. Добрый вечер. Здравствуйте. Чрезвычайно любопытно слушать эту дискуссию. Человеку моего поколения это достаточно актуально. Я думаю, именно для людей от 50 и старше. Полагаю, что наши дети вряд ли так внимательно рассматривали бы этот вопрос. Но на предмет дискуссии, безусловно, такого рода процесс нужен. Безусловно, личность Сталина это сублимат всего того, что относится к понятию истории России после 1917 года вообще. Это чистое зло. Тут я абсолютно согласна с Ириной. Здесь не может быть никаких других мнений. Да, вопрос того, кто больше виноват, меньше виноват, расширение, это другой вопрос совершенно. Но осуждение подобного рода фигуры, на мой взгляд, с рогами, необходимо для нации, да. Но, на мой взгляд, в том, что касается переименования Сталинграда и войны вообще, есть и другая составляющая. Вот мой отец, еврей, пошел на войну 17-летним мальчиком. Он мало что рассказывал об этом. Больше рассказывала моя мать, которая перенесла Курскую дугу в деревню под Курском. Для нас это часть нашей жизни и истории. Для моего отца война была защитой не сталинизма, не большевизма. Это была защита своей страны. Хочу напомнить, Ирине, при всем уважении и разделении вашей позиции, что это не мы начали Великую Отечественную войну. Все-таки границу перешли не советские войска. Это малое оправдание, но оно есть. Наши отцы, деды защищали в большей степени свою землю, кусок. Вот эти реалии, которыми они располагали. И в том, что касается переименования сталинизма, тоже есть эта составляющая. Когда мы берем беспримерный подвиг людей, буквально заливший своей кровью каждый сантиметр этой земли, это уже вне сталинское понятие. Это нечто символическое, на мой взгляд. А осуждение, очищение и разговор будет важен для тех наших детей, которым, поверьте, это совершенно неинтересно. Вот для меня было открытием, когда в школе, да, я вдруг выяснила, что дети в моей семье не знают, какого числа началась Великая Отечественная война. Вспомните, люди 60-х годов, родившиеся в 60-х годах, да разбуди нас ночью и спроси, когда началась Великая Отечественная война, каждый из нас ответит эту дату. Мои дети этого не знали. Автоматически, 21 июня, да. Совершенно верно, да. Вот этому поколению от 85-го года, 84-го и моложе, им абсолютно фиолетово. И это второй кошмар. Ну, конечно. И это то, что приводит к тому, что возвращает нас, я опять же разделяю позицию Ирины, я думаю, что эти вопросы в таком контексте ставятся все-таки власти. Евгения, вы зацепили такой кусок. Извините, Евгения, можно я... Два момента. Да, Ирина Владимирович, хотела ответить Ирина первая. Я просто сразу, вот по поводу того, что вы сказали там о такой патриотическом аспекте, я не буду ничего говорить от себя, это серьезная вещь. Я процитирую Николая Глазкова. Господи, вступись за советы, защити страну от высших рас, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас. Ну, прекрасно. Лучше не скажешь, и те нарушали, и эти нарушали. Кто первый перешел границу, извините, да, они одновременно перешли границу. Или одновременно, потому что те перешли 1 сентября 1939 года, а наши 17-го, да, и бедная Польша, которая оказалась с одной стороны, эти с другой стороны те. Так что вот совершенно одновременное развязывание Второй мировой войны. Ну, правильно, у поляков свой взгляд, естественно. А при чем здесь поляки? Я про другое, про то, о чем немножечко как бы намекнула Евгения, да, нам звонили? Да, Евгения. Я хочу напомнить моей уважаемой собеседнице про такой феномен, который историк тоже, наверное, должен знать, как национал-большевизм. Не Лимонова. Вот. Попытка адаптировать сталинизм как необходимую форму выживания России, эта попытка предпринята не сегодня и не Путином. Эта попытка предпринята частью русской интеллигенции, в частности, Николаем Устряловым, который первый... Ну, и Ильин во многом. Ильин? Не совсем, нет. Ну, не совсем, но близок был. Ильин относился к Сталину приблизительно так же, как некоторые сегодня ставили его наравне с тоталитарным режимом Гитлера. Я говорю про конкретных национал-большевиков. Устряловское движение, да, которые верили в то, что вот этот самый советский режим — это такая редиска. Красный снаружи, белый внутри, да. А вот эта тема глубинная, если археологически подходить к проблеме сталинизма, она не должна уйти. Мы, конечно, сегодня, так сказать, в меру своей образованности можем этого не помнить, но гигантские усилия великих русских интеллектуалов были направлены именно на это. И если вспоминать вот эту традицию национал-большевистского переосмысления роли большевиков вообще и Сталина в частности, то, конечно, нельзя не вспомнить такую вещь, как 43-й год, да, у нас опять 70-летие, но чего? Не только Сталинградской битвы. 70-летие восстановления русской православной церкви. И это сделал Сталин. Если бы не он, я не знаю, было бы ли это сделано вообще. Это вообще отдельная большая... До этого он ее уничтожил, а потом он ее восстановил. Значит, и что он восстановил? Нет, церковь уничтожал не Сталин. Да-да-да-да. Церковь уничтожал Ленин с Троцким. Конечно, в 30-е годы, да, и Ленин, и Троцкий уничтожали церковь, да. Что он восстановил? Он оставил абсолютно безбожную церковь, которая не в Бога верит, а в Сталина или в Путина. Что он восстановил? До революции была российская православная церковь. Ирина, ну зачем же так про миллионы наших соотечественников? До революции. После 43-го года она стала русской православной церковью. Во имя соблюдения элементарных норм. Вот завтра, между прочим... Ой, вот вам как раз только про нас, на норме и говорит, дорогой Леонид Владимирович. Именно мне. Как я рада, именно из ваших уст слушать про нас, на норме и говорит. А именно завтра, когда у нас годовщина... Да, Сергей, это такая тема. Не надо было ее ставить, тогда не будете вздыхать. Именно завтра у нас годовщина известного события в Храме Христа Спасителя. Вот он, итог восстановленной Сталином церкви. Девочки все очень хорошо спели про эту сталинскую церковь. И за это получили, между прочим. Ни по конституции, ни по законам, ни по чему. По двушечке. А при чем здесь девочки? Ну, при чем здесь девочки? Спросите у профессора, вы же школы экономики. Это к вопросу, кстати, об отношении нынешнем, отношении русской православной церкви к Сталину. Ведь, ну, я думаю, на официальном-то уровне канонизации не есть, но на низовом уровне мы видим постоянно иконы. Патриарх нам год назад сказал, что есть режимы человека ненавистнические, а есть депрессивные. И что не надо их друг с другом путать. Иконы Сталин, Сталин, иконы. Среди иконографии Сталина, я вижу более 10 вариантов иконографии Сталина. Среди верующих миллионов есть разные люди, которые рисуют разные иконы. В том числе, кому-то нравится рисовать икону Сталина, но это же не каноническая икона церкви. Ну, пусть рисует. Но церковь, мне кажется, примиряется с этой фигурой. Со старифизмом? Да, да, да. Мы, как мы видели, смотря на заявления иерархов за последний год. Какие конкретно, Серёж? Ну, сейчас я не могу. Масса заявлений отца Дмитрия Смирнова. Отец Дмитрий говорит от имени церкви? У нас разные есть священники. Стоп, стоп. Значит, вы какой смысл вкладываете в понятие церковь? В понятии церковь, церковь есть сообщество, прежде всего верующие. Мистическое тело Христова. В том числе, да. Вот это Христос будет говорить от имени церковь. И который делегирует право говорить. Говорит отец Дмитрий Смирнов. Нет, от имени РПЦ говорит патриарх. Очень хорошо говорит. Отец Всеволод Чаплин говорит, да. Патриарх говорит. Владыка Илариона Уфеев говорит. Мы говорим о наших слушателей только к одному непреложному факту. Только. В 43-м году русская православная церковь была восстановлена до убийцей, до преступникам, до человеком, который сам приложил руку к ее разрушению. Но он это сделал. Но ему ничего не оставалось. Сережа. В условиях тотального распада. Точно так же, как и возобновить Дмитрия Донскова, Александра Невского, дать нам гимн. Когда немцы на оккупированной территории открыли столько церквей. Конечно. И когда он хотел сделать свой православный наверх. Это вынужденный шаг прагматичного правителя. Правильно, Сережа. Вы как политолог блестяще анализируете. Точно так же, как Рущеву. Ничего не оставалось, кроме завалить Сталина, говоря их блатным языком, для того, чтобы самому удержаться. Сталин понял, что чтобы выжить, нужно своего врага восстановить. Ну, слушайте, можно так все, собственно, цинично всю мировую историю. Можно и нюрнбергский процесс. Нужно было американцам поставить Германию на колени. Устроили нюрнбергский процесс. Я не знаю. Для вида повесили нацистских преступников. Я этого не знаю, Сережа. Понимаете, можно цинизмом замазать все, что происходило в мире. Скажите, в чем вы ведете блистательную программу «Власть факта»? Я вам говорю факт. В 1943 году русская православная церковь воскресла из гроба. Буквально. И что, за это благодарным Сталину? Для того, чтобы стать верным орудием сталинского режима. И в 1949 году, когда отмечалось 70-летие великого вождя, в журнале Московской патриархии целый номер был посвящен словословьям. Более того, они его объявили, это был молебен еще, между прочим, в ноябре 1941 года в Богоявленском и Лоховском соборе, и этот возглас возглашал протодиакон отец Яков Абакумов, родной брат того самого Абакумова, чтобы объявить его первоверховным вождем. До этого момента в русской православной церкви первоверховными были только апостолы Петр и Павел. Теперь, значит, вот этот убийца стал первоверховным. Убийца и восстановила эту церковь. У нас осталось буквально пару минут. Я предлагаю послушать еще пару звонков наших слушателей. 65, 10, 99 и 6. Нужно ли России примириться со Сталином или наоборот осудить и покаяться? Илья в эфире. Добрый вечер, господин. Добрый вечер. Добрый вечер. Несуточная у вас дискуссия разгорелась. Мое мнение, что все-таки нужно историю оставить такой, какая она есть, и не пытаться изменить. Тоже вот самый Нюрнбергский процесс осуждали немцев, осуждали нацистский режим, преступников. Это было мировое признание того, что не только Гитлер, а весь, все его деяния и вся партия, которая осуществляла эти деяния, явилась преступной. Осудили людей, их повесили и де-факто признали, что их действия были преступными. Сейчас мы хотим судить кого? Кто будет выступать в роли обвинителей и кого будем судить? История вообще вещь неоднозначная. Я думаю, что если мы посмотрим на того же Ивана Грозного или Петра Первого, который утопил, может быть, отчасти в крови Россию. Я понятно. Ясно. Нашим детям. Пусть они оценят, как это будет. Хорошая постановка вопроса. Кто будет судить? Отличное наследие оставляем нашим детям. Отличное наследие. Это всем было стихотворение Лермонтов. А вы ничтожные потомки, известные подлостью прославленных отцов. О чем мы говорим? Если мы оставим это наших детям, то у нас есть большой шанс этих детей не увидеть. А детям не увидеть страны никакой. О чем мы здесь говорим? Это все, понимаете, как бы... Как это? Очень трудно менять, ничего не меняя. Но мы будем это делать. Как бы вот ничего бы не сделать из того, что нужно сделать. Ну, отговорок может все найти очень много. Ну, мне кажется, нам все-таки необходима моральная оценка прошлого. Действительно, очень сложные вопросы. Это, так сказать, судим мы сталинизм, судим мы коммунизм, 70 лет коммунизма вообще. Можем ли мы отделить СССР, историю СССР от истории сталинизма? Да, можем ли, как Зиновьев говорил, так сказать, метис-сталинизм попасть в Россию? Это все очень сложные вопросы, но мне кажется, мы их должны ставить, как пускай в условиях оккупации, пускай в условиях геополитики свое время поставила Германия, происходя очень внутренний тяжелый опыт самоочищения и деноцификации. Тем не менее, она на них ответила. Я благодарю вас за участие в этой дискуссии. Это историк Ирина Карацоба, политолог Леонид Поляков. Это была программа «Археология» Сергей Медведев. И вы знаете, хочу вас поздравить с наступающим праздником 5 марта, когда умер Сталин. Мне кажется, это праздник для страны.